Отдых на российских курортах летом станет дороже. Об этом уже предупредили в Общероссийском Союзе индустрии гостеприимства. Дело в том, что выросли затраты, дорожают услуги, отельеры закладывают риски на тот случай, если вдруг ведут ограничения. А самое главное, на отдых в России есть высокий спрос. Он вырос еще в майские праздники после закрытия популярных направлений Турции и Танзании и объявления длинных выходных. Многие самарцы в эти дни отправились в путешествие. Помимо Сочи, на самом деле, наши самарцы ездили и в Калининград, благо, прямые рейсы отсюда, из Самары есть. В Питер очень много народу съездило. Кто-то по Золотому кольцу поехал, кто-то воспользовался началом навигации и взял речные круизы. Свою роль сыграла программа туристического кэшбэка, которую сначала установили до 15 июня, а теперь продлили на весь год. При бронировании туров в России с карты МИР возвращается сумма в 20%, но не больше 20 тысяч рублей. На начало мая такой программой воспользовались уже более миллионы граждан, путешественникам вернули средства на 4 миллиарда рублей. Однако при оформлении туров с кэшбэком многие столкнулись с проблемами. У тех операторов, которые работают с этой программой, стоимость отелей оказалась как раз на 20% выше. Некоторым туристам пришлось отменять отдых из-за роста цен на самолет, ну а тем, кто бронировал комнаты раньше, отказали сами гостиницы. Когда мы ждем подтверждения от отеля, потому что кэшбэк должны быть, все участки подтверждены, и отели, и трансферы, и самолет. Отель, например, подтверждает с каким-то промежутком, а авиабилеты уже по стоимости стали выше. Серьезные у нас претензии к некоторым отелям, поскольку раннее бронирование многие отели провалили. Были забронированы туры в Крыму, полностью оплачены. Но когда начался высокий сезон, то некоторые отели стали отказываться с тем, чтобы продать подороже. Как отмечают в туркомпаниях, цены на отдых в Крыму и Краснодарском крае в майские праздники выросли на 30-50%. Однако на количество отдыхающих это не сказалось. В Крым приехало 520 тысяч туристов, в Сочи более 230 тысяч. Сейчас цены стабилизируются, но к лету обещают новый взлет. Но и тем, кто решит остаться в родном регионе, летом будет что посмотреть, говорят туроператоры. Есть обширная программа по Самарской Луке, Крачейским скалам, в Бузулукский Бордо и просто по городам региона. В чем-то представление Тольятти – это город, связанный с автостроением. Когда люди приезжают и видят красивые пляжи, яхты, Жигулевское море, то совершенно меняется представление о нашем регионе. Это, конечно, Сызрань. Я называю Сызрань такой вот шкатулкой архитектурной. Это и наши муниципальные районы, где тоже есть у каждого своя изюминка. Можно по любому поводу приехать в Самарскую область, отдохнуть, попутешествовать, совместить с каким-то событием ярким, красочным, полечиться. Высокий спрос ожидается летом на турбазах и в санаториях Самарской области. Ждет гостей и столица региона. По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха и путешествий, Самара попала в топ-10 туристических городов Паволжья. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.